Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, гости, мы вас всех поздравляем с Рождеством Христовым. И в этом году, я думаю, что нам правительство сделало очень хороший подарок. Я вырос, какое-то время жил в Восточной Германии, и в это время вся страна начинала сверкать. Я вспоминаю это свое детство, когда мы ехали в школу, очень поздно ночью, и всегда горели огни в каждом доме, в каждом доме были какие-то библейские фигуры, не знаю, что это был социализм, звезды, и даже мы потом стали звезды такие цеплять, вифлеемские. И вот это вот настроение, оно всегда у меня ассоциируется не с Новым годом, они раньше начинают. И когда я сюда приехал, мне было удивительно, что здесь не ставят лампочки, что здесь как-то не очень, все уныло и так далее, и Новый год начинается чуть-чуть позже. И я вот долго дождал, и вот в этом году впервые, наверное, почувствовал, что вернулось немножко детство. Потому что вроде бы как бы одна и та же дата, 25 число, в разных местах, по-разному настроение. Мне всегда не хватало этого настроения Рождества. И что же делает это настроение? Но в том случае это делало украшение дома. В том случае, у меня настроение появлялось, когда я видел, что вокруг все блестает, все сверкает. Где-то у меня ассоциировалось Рождество вот с этими вот яблоки у нас такие были в карамели. Глинтвень. Запах особый, фейерверки. Вот это было Рождество. Здесь этого долгое время не было. Вот сейчас оно, опять это чувство есть. Я думаю, что настроение это очень важно. И сегодня мы с вами поговорим о том, как это настроение создается. Как получить это настроение? Многие из нас, возможно, сейчас работают. Сейчас вот этот лишний выходной, да? Не успеваешься на работе. Думаешь, когда эти праздники? Ну как получить это настроение? Где взять это настроение? Где взять силы? Как себя порадовать? Я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели на наш текст, который есть в Священном Писании, и нашли это настроение. Потому что Священное Писание дает нам достаточно причин, и даже средств, и инструментов для того, чтобы настроение это появилось. Давайте мы помолимся о том, чтобы Бог взвеселил наше сердце, чтобы Он дал нам радость, чтобы Он дал нам это настроение, чтобы мы пронесли это и раздали тем людям, которые, возможно, сегодня думают, что это за Рождество 25-го. Да? Давайте помолимся. Господь, Отец Небесный, я благодарю Тебя за Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что Он пришел в этот мир и все изменил. Я благодарю Тебя за то, что Ты с нами всегда. Благодарю Тебя, Господи, за то, что благодаря Иисусу Христу мы имеем такой праздник. И мы просим Тебя, чтобы Он сегодня сделал наш праздник, наша жизнь, наши отношения значительными, чтобы Он добавил смысла, значения, радости в наше сердце, в нашу жизнь, в нашу страну, в окружающий мир. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Подписывайтесь, пожалуйста. У меня на моей работе есть человек, который никогда не празднует Рождество. Он просуходит такую религиозную группу, которая вообще ничего не празднует. Ни Рождество, ни Пасхи, ни День Рождения. И я каждый год делаю одну и ту же ошибку. Я им поздравляю с Рождеством. По с новым годом желаем праздник, потому что я не могу удержаться, как-то я говорю там. С наступающим, он говорит, у меня уже наступило. В этом году я опять сделаю эту ошибку. Может быть, буду делать и дальше. Я иногда думаю, что я специально так делаю. Я думаю, что есть люди, которые думают, что в принципе не так уж важно, чтобы это было настроение. Я обязательно категорически не согласен. Почему? Потому что тот отрывок, который я сегодня буду читать, он говорит как раз о перемене настроения. Бог любит, чтобы у нас менялось настроение. Он любит, чтобы нас переполняла радость. И он делает для этого особенные вещи. Он не просто говорит нам, радуйся. Он дает нам причину для радости. Дает инструменты для радости. Давайте откроем Евангелие от Луки. Вторую главу. И прочитаем рождественский отрывок. Я уверен, что многие из вас его читали, но сегодня у нас, думаю, будет звучать по-особенному. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квериния с Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею. В город Давидов, называемый Вифлеем. Потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Мариней, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в язле, потому что не было им места в гостиниц. Этот отрывок вкратце описывает нам очень много событий. Здесь есть некая перепись от Кесаря Августа. Мы понимаем, что это от одного из римских императоров. Мы понимаем, что эта перепись почему-то была важна, настолько важна, что все люди послушались этого повеления и пошли. Мы ничего не узнаем отсюда об этой переписи. Если бы мы захотели, мы бы, наверное, могли почитать где-то в комментариях или в каких-то исторических текстах, о том, почему эта перепись произошла, зачем она произошла. Но Слово Божие нам только дает упоминание об этой переписи, потому что она здесь не так уж важна. Это обстоятельства. В те времена, когда происходили эти события, эта перепись была самым важным событием. Люди только о ней говорили. Она была настолько важна, что человек, Иосиф, взял свою беременную жену, посадил ее на послика и повез, кто знает куда, в дальнюю поездку. Вы, наверное, представляете себе, что такое ехать женщине в это время, ожидающей ребенка, в это время, как какая-то была мука. На последнем сроке беременности. Наверное, это было очень важное событие. Наверное, именно нужно... Я думаю, что Кесар или Цезарь, император римский, когда это делал, он тоже думал, что это важное событие. Наверное, эта перепись была важна для того, чтобы знать, сколько у него людей. А, соответственно, знать, сколько они уплатят налогов. Это было государственное дело. Но здесь об этом пишется только была некая перепись, и они поехали вместе. Слово Божие выбрало только вот эту часть. Потому что Бог выбирает те вещи, которые важны для нашего... от наших отношений с Ним. И все многие вещи, которые люди считают важными, Он часто опускает. Что же было самое главное для Марии? Я думаю, что женщина, которая вот-вот живет ребенком, она только об этом и думает. Она думала, где будут произойдутся эти роды? Как это будет? Сколько это будет больно? Это первый ребенок был. Она понимала, что это будет больно, что это будет трудно. Вот это нужно делать. Вы представьте себе, вот те из вас, кто уже рожал детей. Вы представьте себе, если муж вам в последний месяц говорит, поехали на ослики. Нам нужно поехать туда, вот. Там будет перепись. Я думаю, что многие бы устроили истерику. Я думаю, что многие бы кричали. Что это такое? Что это за перепись? Что это? Что он себе думает? Он говорит, ну слушай, Мария, мы должны поехать, потому что это император, это его повеление. Мы не можем быть непослушны императору. Он захватил нашу страну, он руководит нашей страной. Ты должна ехать, она говорит, хорошо. Я думаю, что всю дорогу она думала, куда я положу ребенка? Как я его буду пеленать? Я вспоминаю своих детей, особенно первого ребенка, который у нас родился. Я всю ночь ездил и искал пеленки, памперсы. Мне потом объяснили, что утром можно принести. Но в целом, как бы, это все поглощало меня. И для нее самое важное было этот ребенок. Тем более, что этот ребенок, как мы помним, он был особенный. Девять месяцев назад, или сколько там было точнее, я до конца не знаю, но я думаю, что девять месяцев. К ней пришел ангел и сказал, что это будет особенный ребенок. Вот она едет на этом ослике, она думает об этом все. Я думаю, ангел пришел, великие события какие-то были, мне что-то обещали, а у меня такая прозаичная жизнь. Я еду на этом ослике, я приезжаю туда. Мне негде жить, мне негде остановиться. Боже, что происходит в моей жизни? Я думаю, что многие из нас могут соотнести себя с этими переживаниями. Что в моей жизни происходит? Почему Бог так делает? Почему во мне все плохо? Я иду, какая-то жизнь скучная, унылая, трудности сплошные. Подумайте о Марии. Подумайте о том, как бы она могла себя чувствовать. Император чувствовал себя важным. Вся страна чувствовала себя напряженной. Мария чувствовала себя, наверное, не самым лучшим образом. Здесь точно не описывается ее чувство, но я могу только предположить. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. И убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащих в яслях. И внезапно явились с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава в Вышний Богу и на земле, мир и в человеках благоволений. Перенесемся немножко и подумаем об этих пастухах. Я когда был маленьким, еще там в первой классе школы, время от времени мне выпадало пасти коров в стадок. Скучнее этого дела ничего не было. Целый день ты ходишь с палкой, один. Они бегают, они что-то грызут, они ходят, они... А ты должен постоянно стоять, чтобы она туда не пошла, чтобы она туда не пошла, что-то еще. И ты находишься на природе, и ты один. Мы пасли вдвоем, там, с той стороны мой дед, а здесь я. И дед и так не очень разговорчивый был, а так он очень далеко был. Это вот с утра мы вышли, до 12 мы побыли, 4 часа. Потом мы вышли после обеда, до вечера побыли. Ты уже смотришь, ты уже каждый момент считаешь, когда это будет, когда это закончится. Очень прозаично. Это сейчас я бы там побыл на природе, подошел в грудь, тогда ему очень скучно. И это... В этом нет ничего необычного, в этом нет ничего такого, знаете, ну... Чего-то великого. Ты просто находишься в поле. Ты смотришь на этих овец. Тем более, что они делали это постоянно, они с этими овцами там месяцами жили. Недавно совершенно... Я был в Карпатах и разговаривал с людьми, которые... У них такой бизнес. Они берут коров или овец у людей, забирают их на 3 месяца в горы, там они их доят, делают из них сыр, а потом возвращают овец и коров, и за это время возвращают им сыр, который они наработали. А часть оставляют себе. Я смотрел на них людей, я говорю, какая у вас жизнь? А жизнь у нас такая. Мы встаем рано, рано, рано. Мы выгоняем этих овец, овец и коров. Они пасутся. В это время мы занимаемся делами. Потом они все приходят, они сами приходят в Карпат. Мы их доим. Потом мы это все молоко берем и мы перерабатываем. И так 3 месяца. Может 4 месяца. Но мы из этого делаем, варим один сыр, другой сыр, третий, в бочке. И это каждый день. Каждый день. Каждый день. Каждый день. Это тяжелый труд. Это дождь или самое... У тебя нет выходных, у тебя нет воскресенья. 4 месяца работаешь. Потом они зимой отдыхают. Это рутина. Это обычная жизнь. Если кто-то из нас думает, что у него рутинная жизнь, подумайте о том, каково это быть там. И каждый день доить корову и делать бренд. Это же вот здесь. Они выходят, у них обычная жизнь. И вдруг происходит необычное событие. Является ангел и говорит им. Великая радость. Я просто представляю себе, вот как на фоне этой рутины, на фоне этого вот всего обыденности, вдруг сияет что-то, и ты начинаешь понимать, что-то произошло особенное. Дальше он говорит, пойдите в город. Городочек маленький, Ефреин. Пойдите и увидите. Они приходят, и ангел говорит, когда увидите, это родился сын, родился спаситель. Они, конечно же, знали, что Христос по их языке означал помазанник Божий. Тот, который будет править народом. То есть им, людям, которые занимались обычным трудом, которые привыкли быть совцами, которые вот это все знают, жизнь которых, наверное, была расписана и предсказуема на все долгие времена, вдруг им является ангел Божий и говорит, вы увидите того, кто будет править всем миром. Я не знаю, что бы у вас было, но если бы я пас коров, и мне сказали, что вот сейчас ты пойдешь в селение и увидишь того, кто будет править всем миром, я бы, наверное, загорелся. Настроение очень сильно изменилось. И более того, они услышали ангелов, которые пели. Мы сегодня замечательное пение слышали. И детское, и взрослое. Они очень сильно растут. Я очень удивился, насколько они все хорошо стали петь. И взрослые, и дети. У них большой прогресс. Если настроение. Они вот этим пением поднимают настроение. А представьте себе, как подняли настроение эти ангелы. Они как будто заглянули в другое измерение. Из этого обыденного мира, из этого холода или еще что-то. Они вдруг заглянули в другое измерение. Многие из нас сейчас живут жизнью обычной и ходят каждый день на работу. И так далее, все остальное. Иногда кажется, что нет просвета, все одинаковое. Лучше, что мы можем там по телевизору посмотреть. Ну или в отпуск поехать куда-то. А тут им открывается другое измерение. Жизнь оказывается, это не только то, что ты видишь здесь. За пределами нашего видения, за пределами нашей способности видеть, есть еще другая жизнь. Есть еще то, что ярко сияет. Есть что-то то, где ангелы поют. Я представляю себе, если мы так радуемся тому, как поют наши группы прославления, какое бы настроение у нас было, если мы, может, слышали, как ангелы поют. Четко, филигранно, громогласно, с идеальными голосами. Я только могу себе представить, с какой музыкой. Это все рядом. Просто по какой-то причине Бог не открывает нам еще вот эту вот возможность все это увидеть. Когда-нибудь, когда-нибудь мы все это увидим. Когда-нибудь. Пастухам, которые были в поле, я просто представляю себе, я вот этот пастуха, с которым я общался в горах, такой очень работящий, сфокусированных человек, с очень обветренным лицом, в такой старой одежде, который каждый день делает одно и то же. Он очень практичный человек, который знает, что нужно работать, 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 чтобы прийти и заработать на всю зиму. И вдруг ему открывается свет. В смысле, какое настроение у него было? Когда ангелы дошли на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифрия и посмотрим, что там случилось. О чем возвестил нам Господь. И посвестил, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. То есть в кормушке для животных. Не в кроватке с рюшиками, с играющими, крутящимися игрушками. Как мы сейчас любим, когда младенец рождается, мы ему самое лучшее даем. А в обычной коробочке для, там, в загородке, куда бросали солому или сено там для животных. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце все. Они пришли и сказали нам ангелы, рассказали очень важную вещь. Этот младенец будет Христом. Этот младенец будет царем. Он будет править миром. И я только здесь могу представить, что могла почувствовать в этот момент Мария. Представьте, Мария, у нас несколько недель назад была проповедь о Марии. О том, что это очень молодая женщина, по нашим понятиям, возможно, даже девочка. Вдруг услышала радостную новость о том, что у нее родится сын, и он будет править миром. Потом она пошла к своей родственнице Елизавете, и та почувствовала каким-то образом, потому что младенец у Елизаветы забил ножками там, и она почувствовала, что к ней пришла мама Господа всего Израиля. И тогда Мария, исполнившись радости, произнесла песни и хвалила Бога, и говорила, что он из меня, он на меня посмотрел. Он посмотрел, что я такая маленькая, скромная, доверяющая, и он сделал меня великой. Про меня теперь будут в церквях разговаривать все. А теперь эта девочка едет на мыслике, на какую-то перепись. Чувствует, что вот-вот она должна родить. И подумайте, что вы чувствовали в этот момент. Где этот Спаситель? Где этот Христос? Возможно, можно чувствовать, так, может, это все неправда была? Может быть, Господь приспослал ангела, ну где, а как оно будет? И тут приходят люди и говорят, люди, которых ты не знаешь. Люди, с которыми ты не договаривался. Они приходят и говорят фактически то же самое, что ты слышал 9 месяцев назад. Говорят, это Христос. Я думаю, что в этот момент она могла открыть глаза и сказать, откуда вы знаете? Откуда вы знаете? Они говорят, нам ангел сказал. Она могла сказать, мне тоже. Ангел сказал ей, ангел сказал им. Может ли быть совпадение? Не может. Бог делает что-то великое. Вообще, если мы посмотрим первые главы Луки, то там ангелы являются очень часто, чаще, чем в других местах, мне кажется. Сначала ангел явился Захарии и рассказал, что у него будет сын. Затем ангел явился Марии. Затем ангел явился пастухам. Знаете, зачем это написано все? Для того, чтобы люди, которые читали, и мы с вами поверили, что это было непростое совпадение. Это было божественное вторжение в жизнь. Вторжение, которое изменило обыденный, простой уклад жизни. Маленькую девочку, или не молодую женщину превратили в мать Господа. Перепись императора и все события, которые они делали, они сделали не таким значимым. Понизили в статусе, я бы сказал. Потому что мы читаем подробно о том, как Спаситель родился, о том, что произошло в Яслях, о том, что произошло в каком-то маленьком городке на окраине Римской империи, и не очень много о том, что там думал император. Он понижает, как Библия понижает в статусе этого императора. И то, что он делал, и все его великие дела. Да, люди думали, что он великий, да, люди думали, что то, что он приказывает, великое. Все это понижается. В Священном Писании содержится только запись, оказалось бы, в очень простом событии. Какая-то девушка в каком-то Вифлееме, в какой-то Палестине, где-то на окраине империи, рождает мальчика. Сколько этих мальчиков? И все же оно оказывается самым важным. Рождение Иисуса понижает тех, кто возвышается. Императоров, царей, нас с вами, если мы слишком много возвышаемся. И поднимает тех, кто унижен, тех, кто уповает на Бога, Марию, Елизавету и Захарию. Пастухов, которые просто после овец были простыми людьми. Поднимает их, открывает им новую реальность. Делает, как бы, эта история, как бы, кричит нам, говорит, мир, это не только то, что ты видишь здесь и сейчас. Мир, это не просто мои проблемы, трудности, планы, работа. Мир, это то, что пока что скрыто от тебя. Мир больше. Мироздание больше. У Бога гораздо больше замысел, чем можем мы себе представить. Если ты пастух, ты мог думать, что все, что тебе светит в этой жизни, это доить овец и делать сыр. Если ты молодая женщина в том обществе, ты могла думать, все, что мне светит в этом мире, это родить ребенка, в лучшем случае мальчика, и, может быть, если мне их будет много, я могу стать важным. Если ты император, ты мог думать, мне предначертано быть великим человеком и изменить ход событий, и так далее. Рождение Иисуса все это перечеркивает. И говорит, ты становишься матерью Господа. Вы видите не только сыр и молоко, вы видите ангелов. Ты император. Ничего вообще не видишь. Ты где-то там живешь. Он при жизни, скорее всего, даже не знал, что это произошло. Его глаза были удержаны. Потому что Бог приходит к тем, кого Он хочет возвысить. А те, кто возвышается, Он, возможно, даже с ними не общается. Это история о том, что Иисус, младенец Иисус, Царь, Господь, может изменить мою жизнь. Если моя жизнь кажется сегодня обыденной и ничему не значащей, Иисус пришел, чтобы твоя жизнь изменилась, и она стала значимой. Как? Тебе нужно связывать и посмотреть, какую роль я играю в его истории. Каждый из нас пишет свою историю жизни. Каждый из нас планирует, кем он хочет быть и куда он хочет быть. И часто, когда курс нашего движения, наш курс, куда мы идем, не соответствует тому, что я запланировал, мы расстраиваемся. Но эта история говорит о том, что Бог контролирует нашу жизнь, и Бог пишет нашу историю. И мы можем быть счастливы, как эти пастухи, как эта Мария, как Иосиф, как многие другие, которые мы читали, которые встретились с Иисусом. Мы можем быть счастливы, если мы найдем свое место в его истории. Бог руководит историей. Бог решил 2000 лет назад ворваться в эту историю и изменить ее курс. Бог решил присоединить всех, кто верует в Иисуса Христа, к своей семье, и через это творить свою историю. История подчиняется Богу. Те, кто, как император Август, этого не знают или не понимают, будут разочарованы. Что бы они ни сделали, про них в Божьей истории будет написано очень мало. И про нас будет написано очень мало, если мы будем строить свою жизнь отдельно от Иисуса Христа. Наша жизнь вообще может оказаться незначимой, если мы будем жить отдельно от Иисуса Христа. К чему эта история призывает? К тому, чтобы мы посмотрели на младенца Иисуса сегодня, на Господа нашего, как на центральную фигуру Рождества, истории нашей страны и моей жизни. И сказали, где я в этой истории? Как я к этой истории отношусь? И если мы найдем себя в этой истории, если мы увидим, что Он строит историю, а я к ней присоединяюсь, я думаю, что мы найдем другое настроение. Почему я люблю Рождество? Потому что Рождество, с помощью этих огней, голода, эти все внешние вещи, они хороши, почему? Потому что они как бы напоминают. Я до сих пор вспоминаю Рождество, которое было у меня, когда я был маленьким. Для меня Рождество, это вот, когда мы едем на автобусе, в школу, темно еще, а я смотрю в сад, и там какой-то добрый человек елку свою в садину не срезал, а украсил лампочками. Для меня это Рождество, я вспоминаю. А сейчас у меня с этим связано еще то, что в этот день родился Иисус. Эти лампочки напоминают мне о том, что жизнь из обыденной, из простой, из ничего не знающей, из серой, вдруг может сверкать лампочками. Через Иисуса. Иисус может сделать так, что твоя жизнь станет сверкать. Его нужно найти. Давайте мы подумаем о том, как моя жизнь связана с Иисусом Христом. Где Он в моей жизни? Давайте вспомним каждый о своем стремлении, к чему я стремлюсь. Чего я хочу? Что меня радует? И что меня огорчает, когда я не достигаю этого? И подумать, где здесь Иисус? Я уверен, что если мы увидим, что Иисус с моей жизнью связан, у нас будет совершенно другое настроение, жизнь наша засверкает. на прошлой неделе, это практический момент в моей жизни, я очень надеюсь, что мы сейчас пообщавшись, каждый найдет свой практический момент. На прошлой неделе я был очень разочарован. Было множество мелких вещей, которые просто испортили настроение. ключи потерял, замок в машине сломался, что-то там не получается, какие-то еще вещи. Я иду и говорю, Господи, почему вот, ну, вроде же как бы я все правильно, ну, почему вот все вот в один момент, ну, почему ты плохо, ну, почему ты не благословляешь меня, почему ты не благословляешь мою жизнь? И сразу ответ получил, и самое, а потом, этот ответ не для всех, он был для меня, поэтому я не хочу, чтобы каждый брал это для себя, да, там я говорил. Ответ был сейчас такой, я иду, я потом вспомнил, что какие-то вещи я сделал неправильно. И для меня ответ был из Библии, кого Бог любит, то он оказывает. Бьет всякого сына, которого любят. Неприятные слова. Это не слова ободрения. На первый взгляд. Но я понял, что со мной беды происходят, и Бог через это меня привел к себе, и Он как бы дает мне возможность подумать. Я походил, походил, подумал, Господи, слава Богу, что ты вот чуть-чуть прикручиваешь мне возможности. Слава Богу, что ты чуть-чуть даешь мне какие-то объяснения. Я понял, я какие-то вещи Он мне показал, я в них раскаялся, и мне стало веселее. Хотя ничего не изменилось. Когда Бог... Я пришел домой, уходил из дома совершенно расстроенным, совершенно, ну, с таким огорченным, ни с кем не хотел разговаривать, мне нужно было побыть одному. Я пришел домой в совершенно другом настроении. Потому что Бог засветил все во мне, и Он включил что-то во мне, какой-то отброс. Я думаю, что Иисус Христос так делает в жизни каждого из нас. Наша жизнь может быть похожа на все 364 дня без Рождества. на Рождество, когда загораются лампочки, и когда Иисус приходит в твою жизнь, она вдруг загорается. Единственная разница в том, что Рождество у нас бывает раз в год. А лампочки и смысл жизни и радость от того, что он входит в твою жизнь, это может загораться каждый день. Главное, чтобы моя жизнь была связана с его жизнью. И моя история была связана с его историей. И тогда у нас будет другое настроение. Я хотел бы, чтобы сейчас мы поговорили с вами в маленьких группах, мне нравится традиция, потому что люди разговаривают. Поговорили о том, расскажите друг другу о том, как Иисус связан с вашей жизнью. Может быть, в каком-то событии, когда вы поняли, что вот я делаю что-то, и Иисус здесь важен. Как Иисус изменяет мою жизнь? Вспомните какую-то очень простую прозаическую историю. Скажите, как Иисус изменил мою жизнь? Как Иисус изменил мое настроение? Поделитесь этим. Давайте поговорим об этом. Очень извиняюсь, что прерываю разговор. Потому что это самое лучшее, что может быть, это самое, прообщаться на Рождество. Но я думаю, у нас еще будет возможность пообщаться. И на следующий раз приходите, у нас будет Новый год, там вообще будем общаться. пообщаться на Рождество. поэтому, но я должен все это свернуть, вместе подвести итог. Я бы сказал так, каждый из нас может прожить либо серую, либо праздничную жизнь. у нас может быть либо жизнь с Рождества, либо жизнь обыденная. И разница здесь, как в той истории, это то, как наша жизнь связана с плоденцем Иисусом Христом. Если моя жизнь крутится вокруг него, и я присоединяюсь к его истории, будет жизнь с Рождества. если я другой жизнью живу, живу для себя, какой бы яркой она ни казалась, как у императора Августа, который был очень значимым в свое время, но в конечном итоге Слово Божие о нем мало говорит. И в истории Божьей, я думаю, что он не такое же большое значение будет иметь. Твоя жизнь тоже может быть, если ты строишь ее вокруг себя, вокруг своих достижений, вокруг своей значимости. Тоже быть обычно серой и ни к чему не повезти. Выбор за каждым из нас. Сказать Иисусу, да, Иисус, я хочу, чтобы моя жизнь была связана с тобой. Церковь, куда мы приходим на Рождество, наверное, один из таких элементов. Я вот иногда сижу и думаю, что было бы, если у меня не было церкви Джон Ладии или другой любой церкви. Скорее всего, я бы вот делал желток. С понедельника по пятницу я бы работал, 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 суббота отсыпался, воскресенье там искал, чем заняться. Но не было того, что возвращало мое мышление, мою жизнь, мой разум к тому, что есть еще Бог. Кроме Рудины есть еще Бог. Кроме моей работы есть еще Бог. Кроме того, что я стремлюсь, есть еще то, к чему Он стремится. Я думаю, что моя жизнь была намного более скучной, намного менее значимой. Потому что Иисус Христос делает так, что наша жизнь начинает сверкать рождественскими огнями. Аминь. Аминь.